Факты, свидетельства, доказательства. Всё это смотрите сегодня в Гражданской обороне. Вот так по незнанию посмотришь телевидение великое и духовное, кажется, что для жизни лучше страны просто не найти. Пропагандисты то и дело твердят, что сверхдержава РФ умнее и сильнее всех. Огневой удар комплексов «Искандер» и «Смерч» поражает своей мощью. Самые прогрессивные и новые технологии только в России. Самая качественная медицина и вакцина от коронавируса тоже в РФ. А в Венесуэле уже началась вакцинация российским препаратом. Президент Мадуро назвал этот день историческим. По его словам, спутник ВИ – самая безопасная вакцина. А на самом деле под российскими нанотехнологиями имеется в виду робот Фёдор и его коллеги, которые по факту даже сами передвигаться нормально не могут. Если мы видим робота с ногами, всё. Значит, это с 99% доли вероятности костюм, внутри которого сидит человек. Российскую вакцину «Спутник ВИ» не одобряет ВОЗ и другие западные страны. А реальную военную мощь РФ прекрасно иллюстрирует печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов», который уже успел превратиться в настоящий интернет-мем. На авианесущем крейсере произошло возгорание в первом энергоотсеке корабля, которое охватило площадь более 500 квадратных метров и нанесло ущерб кораблю в несколько миллиардов рублей. «Адмирал Кузнецов» – прекраснейший пример того, какой бардак творится в стране. То же касается и простых россиян. Кажется, что в такой великой стране власть должна в первую очередь думать о своих гражданах и обеспечивать им самую достойную жизнь. «А что, как государство, это люди прежде всего». Но нет. Россиянам довольно часто приходится терпеть наглое неуважение к себе со стороны чиновников. И пока одни граждане РФ уже давно поняли, что ждать от власти добрых дел не стоит, другие же еще могут надеяться на чиновников, а потом искренне удивляться тому, что им преподносит жадная власть под соусом помощи и заботы о гражданах. Взрывной подарок от властей Мурманской области. Взрывной – не то слово. В Мурманской области около 4 тысяч школьников пригласили на губернаторскую елку. Детям вручили подарочные наборы, в составе которых были кемпинговые фонарики с диско-шаром. Казалось бы, что тут плохого? Совсем ничего, если не брать во внимание тот факт, что фонарики эти оказались опасными для жизни. В комплекте сладости, интерактивный глобус, набор для путешествий и фонарик. Аккумулятор последнего взорвался во время зарядки. В результате пострадал пластиковый горшок с цветком. Пластмассовые мелкие и острые осколки разлетелись по всей комнате. Женщина также отметила, что инструкции к устройству не было, а нужное описание она смогла найти на известной китайской торговой интернет-площадке. Продаются эти фонари на Вайлдрис и Алиэкспрессе и стоят от 500 рублей. И там же есть посты о том, что они взрываются. Взрываются на зарядке, взрываются, когда не стоят на зарядке. Взрываются рядом с детскими кроватками, взрываются в детских спальнях. Про то, что они рвутся, как снаряды в детских комнатах, отзывы еще октябрьские. Зато, по данным издания «Новая газета», мурманские чиновники умудрились потратить на такие опасные подарочные наборы 11,5 миллионов рублей. Впрочем, абсолютно привычная для российских реалий схема по отмыванию денег. Кажется, что чрезмерную жадность, ненасытность и наглость у чиновников РФ просто не отнять. В очередной раз мы наблюдаем воровство из российского государственного бюджета, а простые российские граждане, получая подобные подарки от своего родного российского государства и российского президента, рискуют стать коллегами. И более того, оказалось, что такие же взрывные новогодние сюрпризы вручили еще и детям на Кузбассе. Такие раздавали многие организации. Родители поставили его на зарядку, а ночью рвануло так, что проснулась вся семья. Мелкие детали, как поражающие элементы, разлетелись по всей детской комнате. Сейчас в срочном порядке организации отзывают такие взрыв-пакеты, то есть подарки. И не покидая Кузбасс, покажем вам еще одну историю про новогодние подарки, которые совсем не оправдали ожидания российских детей и их родителей. Незоценные аттракционы в Зинковском парке и развлекательном центре Солнечной Прокопьевска разгорелся настоящий скандал. Все началось с поста мэра города Прокопьевск. В нем он пригласил жителей города посетить зимние развлечения, которые открылись в городском парке на период новогодних праздников. В Зинковском парке к услугам Прокопчан и гостей города лыжно-прокатная база, горнолыжный комплекс и прокат зимних аттракционов, катание на тюбингах, сани, банан, зорб. А что, собственно, не так? Чиновники же постарались, зимние развлечения детям организовали. Спортивные сооружения оказались дорогим удовольствием для Кузбассовцев. Каждый спуск из деревянной горки от 50 до 100 рублей. Ну, теперь понятно. Мало того, что мэр назвал это деревянное сооружение целым аттракционом, так еще и оказалось, что для того, чтобы покататься на этой недогорке, нужно заплатить. Андрей Мамаев в своем инстаграм прокомментировал, на деревянной горке в солнечном и Зинковском парке являются аттракционом, предназначенной для спуска на тюбингах или плюшках. И за это действительно придется отдать деньги. Я, конечно, считаю, что горки детям, тем более каникулы новогодние, должны быть бесплатные. Но часто чиновники Великой Духовной Страны совсем перегибают палку, демонстрируя под видом помощи неприкрытую наглость и полнейшее неуважение к своему народу. Врачи привезли набор лекарственный для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. И вот здесь вот написано «Команда Хабирова, мы вместе». Уже интересно, что там внутри, не так ли? Коробочка-то действительно объемная. Самое интересное в ней содержимое. Чтобы бороться с коронавирусом в республике Башкортостан, тут имеется два средства. Вот упаковка таблеток парацетамол. И второе – капли назальные грифферон. Не ожидали такого поворота? Представьте, сколько пенсионеров Башкирии точно так же удивились, а точнее сказать, огорчились, открыв так называемую коробку помощи от «Единой России». Главное, логотип «Единой России» прилепили, чтобы народ точно знал, кто обдирает население. Подарок – чистый кислород в коробке вам полагается. Почему еще жалуетесь? Суперпомощь. Какая власть, такая и помощь. Еще одна новость о представителе партии и власти Свердловской области. Там депутат-единоросс Сергей Кузьмин пролоббировал в местной думе выделение земельного участка для нужд многодетной семьи. Думаете, это хорошая новость? Как бы не так. Только послушайте. Оказалось, что речь идет о семье самого депутата. Депутат Кузьмин настойчиво добивался, чтобы участок в центре Белоярского перевели для какой-то многодетной семьи из рекреационной зоны в зону жилой застройки. В итоге сам Кузьмин и стал владельцем земли, когда формальности были соблюдены. А как же любят российские чиновники участвовать в показательных поздравлениях ветеранов войны? В великой духовной стране о них, как правило, красиво и пафосно рассказывают только по ТВ. И то вспоминают лишь по праздникам. От всей души поздравляем вас с юбилеем 95 лет, моя дорогая. Это не так-то легко. Так вот мне кажется не расстраиваться. Ветеран получила письмо от президента страны Владимира Путина и главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова. Желаю вам бодрости и духа, благополучия и здоровья. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Видите его подпись? Это вам, это поздравление даст еще 2-1 лет. Много, сколько Бог отмерил жизни. Люди, отдавшие свое здоровье и молодость за великую победу, сегодня вынуждены еле-еле сводить концы с концами, живя в стране с богатейшими запасами нефти и газа. И мечтают они далеко не о пафосных президентских открытках. Кроме открыток какого-то от государства мы пока ничего не заметили. Очередной подобный случай неоправданных ожиданий и надежд произошел этой зимой в Татарстане. К 90-летнему юбилею чиновники пообещали труженице тыла очень важный подарок, о котором родственников старушки предупредили заранее. Месяц назад звонят маме из администрации города Зеленодольский, говорят, хотим поздравить и подарить подарок вашей маме. 12 января. Пожалуйста, будьте дома. Ну, тут бабушка весь месяц не спала, вчера сидела, ждала уже с утра. И вот он, долгожданный момент. К почетной имениннице с поздравлениями пожаловали сотрудники городской администрации. Бабушка, с тобой там уже ждет вас. Конечно. Я пришла вас поздравить с юбилеем. Спасибо. Пожелать вам долгих лет жизни. Спасибо. Здоровья, бодрости духа и активного такого долголетия. Вот такой бодрости. И, пожалуйста, примите персональные поздравления Владимира Владимировича Путина с наивысшими пожеланиями. Да, спасибо. Самое главное – здоровье. Догадайтесь с одной попытки, что же оказалось в заветном белом конверте. Правильно. Поздравительная открытка от Владимира Владимировича. И все. Вот и весь подарок. Вы бы видели ее взгляд потом, когда она открыла этот конверт. Мы ее долго не могли потом успокоить. Где ваш подарок? Могли бы только на почтовый ящик кинуть эту бумажку. Неужели нет в администрации денег на маленький букет? Кажется, это как раз тот случай, когда лучше вообще ничего не дарить. Но они упорно продолжают торжественно вручать российским ветеранам поздравительные открытки. При этом наверняка выделяют на эти подарки немалые деньги, которые в итоге оседают в их же карманах. Одним все, а другим закон. Вместо материальной помощи предлагается просто поздравительная открытка от Владимира Путина. Ну вот не копейки денег, просто листочек бумаги вот такой уважений. Примечательно, что подобную манеру поздравлений и вручения абсурдных подарков в итоге начинают применять и оккупированные Россией территории Украины. Судя по фото, которыми чиновники гордо отчитали сопроделанной работе, они даже не понимают, как все это выглядит. Чего только стоит прошлогодний пиар-сюрприз от так называемых керченских чиновниц, которые вручили крымским блокадникам по медали и батону хлеба. Особенно эффектно выглядели подарки в руках представителей в шубах. На фотографиях были женщины в меховых шубах, которые вручают пожилым людям хлеб. Помимо этого, блокадникам подарили цветы, завернутые в бумагу с надписями на немецком языке. Что-то подобное произошло в оккупированном Крыму и в этом году. Недочиновники Симферопольского района в рамках акции «Блокадный хлеб» решили сделать великое доброе дело, так сказать. И раздали нищим старикам маленькие кусочки хлеба весом 125 граммов. Эти фотографии в сети вызвали бурю негатива. Многие говорят, что это кощунство и лишнее напоминание детям войны о тех страшных событиях. Телевидение РФ может сутки напролет рассказывать о загнивающем Западе и о том, как в великой духовной стране власть думает о своих гражданах. На самом же деле забота и помощь российских чиновников очень часто выглядит настоящим издевательством и по факту является очередным способом наживы на простых россиян. И пока одни люди уже осознали, что на власть в РФ не стоит рассчитывать, другие все еще надеются на внимание к себе и искренне удивляются, когда ненасытные чиновники преподносят им очередной очень неприятный сюрприз. Россия – родина не только слонов, но и самых великих спортсменов современности. Нашим гимнастам удалось совершить, казалось бы, невозможное. Для великой и духовной спортивной победы равно имперская мощь. Домашнюю Олимпиаду в Сочи мы блестяще выиграли. Вот только какая мощь, такие и победы. Сегодня уже мир признал РФ страной спортивного блефа. После того, как было доказано, что Олимпиаду в Сочи россияне выиграли благодаря фармакологии. Российских спортсменов, призеров зимней Олимпиады, прошедшей в Сочи, обвиняют в применении запрещенных препаратов. Скрипоносным спортсменам запретили выступать под флагом РФ аж до декабря 2022 года. Вместе с флагом в бан отправился гимн Великой Духовной. Это кадры из Нидерландов. На церемонии награждения вместо гимна РФ звучит Чайковский. Вместо флага страны-агрессора стыдливо поднимается логотип Союза конькобежцев. А это немецкий Обесдорф. Тут проходит 53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. Транспорт российской команды ни с чем не спутать. Здесь какой-то цирк Шапито устроили из нашей фуры. Его накрыли огромным брезентом, только никакой символики, никакого флага, нигде видно. Любая российская символика здесь равно табу, равно позор. Вот, смотрите, на машинах тоже все заклеили черным скотчем, чтобы ничего не видно, черный травмный скотч. Еще два года Россия не имеет права претендовать на проведение у себя олимпийских, паралимпийских игр, а также чемпионатов. Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Российское антидопинговое агентство оштрафовали на миллион 270 тысяч долларов. В империи зла ожидаемо завопили несправедливо. Москва не согласна с этим решением и считает его несправедливым. А без допинга российские спортсмены побеждать не привыкли. Это Финляндия, город Лахти. Эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Россия, как всегда, стремится быть впереди планеты всей. По лыжам другу. Бриллиантовый лыжи РФ Александр Большунов не в состоянии обогнать Фина Йонимяки. И просто-напросто начинает драться. Сначала Большунов бьет соперника лыжной палкой. Горят пробки немножко у Александра Большунова. Но этого российскому спортсмену кажется мало. Уже на финише он врезается в группу финских лыжников. Лыжник Александр Большунов сметает Фина Йонимаки. Это больше напоминает хоккей. Не можешь победить, хотя бы отомсти. Блестящий силовой прием по меркам хоккея. Для спортивного мира поступок неслыханный. Сборная Финляндии возмутилась, потребовала объяснений и дисквалификации спортсмена с неспортивным поведением. Мы уже потребовали объяснений от сборной России. Не знаю, какие меры еще предпримут. Трудно объяснить такое поведение. Даже спорт, который призван нести повсюду мир, у россиян превращается в бойню. Моя рука немного опухла, но сильной боли нет. Надо проверить потом, что с ней. За неспортивное поведение Александра Большунова не просто дисквалифицировали. Бронзовые медали лишили всю его команду. Одного из фаворитов нашего Александра Большунова дисквалифицировали в связи с неспортивным поведением. А его команду лишили бронзой эстафеты. В российской прессе, конечно, виноватым во всем стал сам Финн Йонимяки. Большунов хотел бороться, кто быстрее. Но Финн предпочел маневры, кто хитрее. Финн подрезал Большунова и получил по заслугам, запели в один голос российские журналисты. Есть такой пункт правил, что впереди его спортсмен, кто имеет право выбирать свою позицию. Это не за простудистые лыжники, начинают пользоваться этой трактовкой для того, чтобы не дать возможности опередить. Финн Ряду, все намеренно блокируют обгоняющего спортсмену. О слабых попытках агрессивного лыжника оправдаться сообщили лишь некоторые СМИ. Александр Большунов назвал повреждения креплений на лыжах причиной столкновения на финише эстафетной гонки с Финном Йонимаки на этапе Кубка мира в Лахте. Но, конечно, вскоре сам российский лыжник все объяснил. Если не общественности, то своим родителям. Он мне объяснил, пап, их нужно просто поставить на место. Они уже просто это вот, все это вот безнаказанность. На защиту святого права бить морду иностранным спортсменам стала российская общественность. В сети запустили флешмоб с хэштегом «Сан Саныч, беги» в поддержку Александра Большунова. Подбодрить спортсмена-хулиганы решили и известные личности... Сан Саныч, беги! ...и простые россияне. Передаем большой привет Александру Большунову из сердца Урала города Екатеринбурга. Правда, большинство поддерживающих Александра в сети почему-то оказываются росгвардейцами. На лыжах русские воины воевали против Орды, против европейских рыцарей, против немецких и фашистских завоевателей. Россия – это страна лыжников. И Россия хочет сказать, Сан Саныч, беги. Поддержка росгвардейцев звучит не больше, не меньше, как реальная угроза. Видимо, даже когда скрипоносные правоохранители искренне хотят поддержать, выходит так. Сан Саныч, беги! Дальше креатив росгвардейцев прет, как из волшебного ларца. Небольшая проходочка, немного магии. Сан Саныч, беги! На этом фантазия путинских опричников не заканчивается. Будет небесам жарко, Сложат о героях песни. Беги, Сан Саныч, беги! А это уже росгвардейцы Бурятии. Издаем пламенный привет Александру Большунову, особо по республике Бурятия. И очередной ролик в поддержку избиения спортивных соперников. Ради такого и на лыжи не лень стать, и опозориться не страшно. Сан Саныч, ты большой молодец. Удачи, вперед! Беги! Московские росгвардейцы даже заморочились с графикой. И неожиданный финал. Большунов выигрывает свою очередную гонку. Страна духовных скреп сказала надо. Росгвардия ответила есть. Верим, что Александру и в этот раз удастся показать свое мастерство на лыжне. Удачи тебе, коллега! Секрет такой рьяной и тотальной поддержки Росгвардии Александра Большунова кроется не просто в любви к мордобою и физической расправе там, где она неуместна. Все намного серьезнее. Александр Большунов является военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, проходит службу в Уральском округе и имеет воинское звание лейтенант. Да-да, вам не послышалось. Известный российский спортсмен по совместительству лейтенант. Это при том, что Большунов с детства посвящает все свое время лыжному спорту. Такое впечатление, что империя зла всем хоть сколько-нибудь успешным спортсменам скоро выдаст удостоверение силовых структур. Впрочем, новые стандарты спортивного поведения россияне демонстрируют систематически. Февраль 19-го и еще один лыжник страны «Скреп» Сергей Устюгов. Начинаем сейчас еще и боксом заниматься. И снова спорт по-русски. Не можешь выиграть, хотя бы дай пороже. Это уже напоминает нам хоккейные матчи. Тут же комментатор оправдывает Устюгова. Очевидно же, бедного спортсмена до ручки довела несправедливость мира и жизни в целом. Нервы тут не выдержали, конечно. Эмоции захлестывают. Обида за неучастие в Олимпиаде тоже, конечно, каждый раз поднимается волной расплавленного свинца. Агрессивное поведение российских спортсменов – закономерность. Агрессия в политике. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Агрессия в обществе. И в конце концов, агрессия в спорте. Блестящий силовой прием по меркам хоккея. Агрессия и обман стали почти что кредо для великой и могучей. Часто в РФ даже не пытаются добиться чего-то честным, цивилизованным путем. Ложь понадежнее будет. И спорт тут не исключение. Это Андрес Бессерберг, бывший глава независимой комиссии Международного союза биатлонистов IBU. Многие годы он получал взятки натурой за то, что закрывал глаза на то, что российские спортсмены накачаны допингом. Международный союз биатлонистов не нашел доказательства вины 22 российских спортсменов, которые упоминались в докладе Ричарда Макларена. Об этом завел глава IBU Андрес Бессерберг. Регулярному употреблению допинга российских спортсменов подозревали давно. Но Бессерберг этому способствовали российские путаны. Комиссия IBU полагает, что Россия оплачивала услуги проституток для Андреса Бессерберга. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта. Говорится в отчете комиссии, опубликованном на официальном сайте организации. Побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Но уже в начале 21-го года лавочка прикрылась. Андреса Бессерберга выгнали из союза биатлонистов с позором и скандалом. В отчете комиссии IBU говорится о том, что с 2008 по 2015 годы российские спортсмены систематически употребляли допинг. Комиссия пришла к выводам о том, что многие российские биатлонисты в период с 2008 по 2015 годы употребляли допинг в частности ЭПО, эритропоэтин и стероиды. Их поддерживали и защищали от разоблачения конспиратора в Министерстве спорта, в Центре спортивной подготовки, Российском национальном антидопинговом агентстве и Союзе биатлонистов России. Но даже в свете международного позора страна духовных скреп остается верна себе. Мы снова в Ижевске, где 10 минут, как слышите, до конца пристрелки. Декабрь 20-го. Российский кубок по биатлону «Ижевская винтовка». Здесь происходят поистине удивительные события. В Чайковском после того, как на допинг-контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все тантовские юниорки. А на следующий день уже в Ижевске после того, как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры. Пишет в сети известный в прошлом российский лыжник Николай Панкратов. После того, как стало известно о приезде на соревнования допинг-офицеров, участвовать в гонке передумали 33 человека. «Империя зла то и дело» заявляет всему миру о том, что она самая спортивная держава. Никто не может сдвинуть россиянина с первого места. Но спорт в РФ – лишь часть пропаганды о собственном величии. Пыль в глаза остальному миру и собственным гражданам. Если присмотреться внимательнее, то и тут проявляется прогнившее нутро империи. Агрессия. «Ну вот это уже просто нельзя». Подкуп. И обман. Ведь накачать спортсменов допингом намного легче, чем конкурировать по-честному. И эта страна сомнительной духовности изо всех сил и за дня в день пытается на штыках нести свои прогнившие ценности всему миру. Наблюдение за жизнью в России доказывает. Власть Кремля держится на умелой манипуляции страхами простых россиян. И один из них, которому апеллируют особенно часто, является страх перед разрухой 90-х. Смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах. Бедность. Провал всех надежд. Смутное понимание будущего. Расцвет бандитизма. Конечно, никто добровольно не хотел бы вернуться в те времена. И Кремль упорно убеждает людей, что только нынешняя власть может удержать Россию от путевки в прошлое. Мы отошли от катастрофы. От величайшей геополитической катастрофы. Разрушения России. Мы от этого с трудом, благодаря тому, что пришел Путин, с трудом по миллиметру отходили. Но! С каждым годом к избирательному возрасту приближается все больше людей, которые не знали лихих 90-х. А значит, не боятся их. Они не хотят, чтобы как-то не было. Они хотят, чтобы было, как в Европе или США. Чтобы свобода слова и демократия. Чтобы без коррупции и жить по адекватным правилам. Все, о чем мы только что рассказывали, прекрасно иллюстрируется нынешними событиями в российской политике. Изучения митингов этой зимы показали, что протест все больше омолаживается. Мы проводим исследования участников акции протеста, в том числе количественные опросы с 2019 года. Поэтому теперь мы неплохо представляем динамику по Москве, а также по Санкт-Петербургу. В этом году, конкретно вчера, 31 января 2021 года, вышло очень много молодых людей. Более 60% присутствующих были в возрасте от 18 до 35 лет. Еще один из ярких признаков омоложения протеста все больше людей обсуждают политику в ТикТоке. А основная аудитория этой соцсети в России 20-35 лет. ТикТок позволяет всем быть услышанным. Активные молодые россияне ведут просветительскую деятельность в этой соцсети, нацеленную на их же сверстников. Они развенчивают главные манипулятивные тезисы российской власти. У нас в стране информационная автократия. Что это значит? Значит, что есть автократический режим. И все это понимают. Но власть создает такую картинку, где всем кажется, что большинство все равно ее поддерживает. Вот пока создается такая картинка, режим легитимен. Что делают массовые митинги, на которых собирается рекордное количество людей? Они заставляют сомневаться в этой картинке. У нас на носу выбор в Госдуму в 2021 году. И представьте, если мы все придем и проголосуем. И окажется, что нас больше. Конечно же, январские протесты не прошли мимо этой соцсети. Теги «Свободу Навальному» и «23 января» в ТикТок набрали в сумме более 200 миллионов просмотров. Один лишь тег «Свободу Навальному» набрал 77,2 миллиона просмотров. Еще 67,5 миллионов раз посмотрели ТикТоки с хэштегами «23 января», «Митинг 23 января», «Митинг 23». ТикТоки по тегу «Митинги» посмотрели 66,6 миллиона раз. А «Дворец Путина» — 20,9 миллиона раз. А тег «Навальный» и вовсе собрал 637,2 миллиона просмотров. Такая тенденция очень пугает Кремль. Во-первых, на поколение ТикТока не действует главный инструмент. Что конкретно вы, ребята, хотите сделать? Добить страну? Во-вторых, интернет совершенно неведомый зверь для закостенелых КГБшников. Они не знают, как им управлять. Конечно, они попытались обойтись старыми методами. Вот все закрыть, запретить. Накануне митинга 23 января Роскомнадзор потребовал у администрации ТикТок удалить все материалы на эту тему, прикрываясь безопасностью несовершеннолетних. Роскомнадзор потребовал от ТикТока и ВКонтакте оградить подростков от участия в акциях протеста. Под видео, призывающих подростков к протестам, Роскомнадзор подразумевал ролики про дворец в Геленджике, про коррупцию и про светительские. Вроде этого. Администрация созданного в Китае сервиса на требования российских чиновников никак не отреагировала. И тогда они попытались действовать креативно. Отдел пропаганды попытался продвинуть в молодежные соцсети проплаченные посты. Здравствуйте, Павел. Появился контент для публикации. Сможете разместить в ближайшее время. И знаете что? Они даже не попытались разнообразить тексты сообщений. Таким образом, у блогеров и пабликов, которые соблазнились гонораром, появились тысячи одинаковых публикаций. Наших детей используют для освобождения чувака, который нарушил испытательный срок. Вы серьезно? Но переиграть молодежь на их собственном поле у КГБшников не получилось. Попытка разместить проплаченные посты обернулась скандалом. Сделав пару нетрудных вычислений, мы понимаем, что эти посты оплачены нами. Вашими бабушками, дедушками. Ну вы поняли. Заказные ролики появились в том же ТикТоке. Их можно найти по звуку. ТикТок — это не место для политики. ТикТок — это не место для политики. Но заказной шаблон быстро превратился в протестный. На этот же звук другие блогеры начали записывать свою критику таких постов. ТикТок — это не место для политики. Это место для... В методичке для тех, кто продался, попавший в общий доступ, предлагалось ставить к платным роликам хэштеги «нет революции» и «не хочу революцию». В итоге в топе этих хэштегов появились ролики с разоблачениями проплаченных блогеров. Получается, старые методы на новое поколение не особо действуют. Кремль прекрасно понимает. С каждым годом поколение избирателей все больше омолаживается. Судя по настроениям, нынешние 20-35-летние уже в массе своей потеряны для действующей власти. Единственный шанс на будущее — бороться за избирателей, что называется, с пеленок. А здесь действительно идет скрытая война. Война за душу, за умы. Именно за умы и голоса подрастающего поколения сейчас в России развернулась жесточайшая борьба. Но от перемены поколений методы Кремля не меняются. В вузах, школах и даже детских садиках детей и родителей пугают арестами. А на уроки приглашают полицейских. Министр просвещения России призвал сенаторов усилить воспитательную работу в школах и развивать школьное самоуправление, чтобы избежать участия детей в несогласованных протестах. Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания. Впервые. Такого никогда не было. Сергей Кравцов — министр просвещения России. Например, на Кузбассе провели Всекузбасское онлайн-родительское собрание, в том числе на тему протестов. Та обстановка, которая сейчас, в общем-то, у нас, и те опасения родителей, которые вызваны какими-то возможными обострениями именно общей такой социальной ситуации, мы готовы ответить, высказать свою точку зрения, поэтому пообщаться со специалистами. Накануне протестных акций призывы оградить детей от участия в митингах распространили в родительских чатах школ и группах учебных заведений в соцсетях. Вот одно из таких сообщений на сайте одной из гимназий Санкт-Петербурга. Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и непредсказуемым последствиям в их жизни. Не обошли вниманием даже чаты детских садов. В Свердловской области детям и их родителям в этот день предлагалось посмотреть любимое кино, погулять в парке или покататься на санках. И во всех сообщениях от школ до садов приписка, угрожающая административной ответственностью и штрафами за участие в протестах. А вот и пример самой оригинальной антипротестной просветительской работы в кремлевском стиле от Следственного комитета. Сотрудники СК разместили на своем официальном сайте поздравительный ролик для россиян, в котором в этом году исполнилось 14 лет. Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса. Раньше, когда поздравляли детей, им говорили, что открыты все дороги для осуществления их мечты. А теперь сотрудники в погонах под веселую музыку объясняют юным россиянам, за что они могут сесть в тюрьму. Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества. За это тебе тоже придется отвечать. Твоя жизнь – твой главный приоритет. Интересно получается, что в тюрьму с 14 лет уже можно, а на протест нет – еще слишком маленький. В аккаунтах многих школ, колледжей и лицеев появились подобные фото и видеоотчеты о воспитательных мероприятиях, на которые приглашены сотрудники ПДН и местной прокуратуры. Зацените иронию. Большинство постов сопровождается хэштегом «Дети вне политики». Кстати, здесь еще одно проявление лицемерия, то есть о митингах и ошибках власти детям знать нельзя. Зато участвовать в мероприятиях юнармии, например, можно. Или играть в ролевые игры с ОМОНом. Но самый главный трэш произошел в Нижневартовске. В Нижневартовске в 42-й школе прошли профориентационные мероприятия, организованные сотрудниками МВД. Основная задача – максимально погрузить подростков в трудовые будни полицейских. Полицейские устроили для старшеклассников целый показательный разгон митинга. В роли силовиков и протестующих были сами школьники. Тяжелая форма, спецсредства и физическая подготовка. Из числа старшеклассников выбрали самых высоких. И мы доверили держать строй за щитами. И, конечно же, детям предложили пообвыкнуться с интерьером автозака. А вот как прокомментировало сие действия директор школы. Это, скорее всего, наши гаджеты формируют. Это понимание, что полицейские только митинги разгоняют. Ребята узнают о сотрудниках полиции, о их подразделениях. Это необходимо для формирования положительного имиджа полицейского. Странный способ показать, что полиция занимается не только разгонами митингов, организовав импровизированный разгон. В целом власти пытаются действовать все тем же методом запугивания. Юные, не окрепшие еще умы, пытаются убедить, что участие в протестах не обернется для них ничем хорошим. Что на стороне власти сила, а значит нет смысла даже пытаться им перечить. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. И сейчас за умы и голоса молодежи развернулась нешуточная борьба. Что победит, кулак или просвещение? Практика показывает, что рано или поздно кулак перестает работать. Каждую неделю мы узнаем, что нового русский мир привнес на оккупированную территорию Донбасса. И еще ни разу эти новости не были радостными. Например, в поселке Стандартный в Янакиево оккупанты спасли местное население от среднего образования. Местные власти оккупированного Янакиева хотят закрыть единственную школу в поселке Стандартный. Новость возмутила родителей до такой степени, что они решились на митинг. Мы решили поселка Стандартный, родители, учащиеся школы номер 20, категорически не согласны с принятым решением. Оправдание местечковых чиновников было не менее возмутительным. Мол, нерентабельно школу содержать, детей мало учатся. В пятом классе сейчас сидит шесть человек, если я не ошибаюсь. В пятом восемь, в шестом, значит, шесть, в седьмом, приблизительно, среднее количество детей в классе восемь. Школа заполнена на 36%. Так и хочется спросить, кто же виноват, что в школе поубавилось учеников? Все выезжают, потому что там, я не знаю, какая там перспектива, почти никакой. Практически никакой перспективы жить. Мучаются ли? Разве не те, кто силой захватил украинскую территорию, заставил десятки тысяч семей, в том числе и с детьми, бежать из своих домов? Только по официальной статистике, за время военных действий с востока Украины уехало более полутора миллиона человек. А также хотелось бы уточнить, разве отток учащихся означает, что тем, кто остался, образование не нужно? Так как все мы проживаем в ДНР, мы надеялись, что такие судьбоносные решения должны быть согласованы с жителями посолка, родителями, членами семьи обучающих. Ответ на то, почему их надежды на народную в кавычках власть не сбылись, кроется в реплике одной из протестующих. Мы не видели ни разу Мэр здесь. Не считай звук. А мы его не выбирали. А мы не выбирали его. Там, в принципе, никто никого не выбирал. Всех руководителей назначили в Москве, а те, в свою очередь, назначили руководство низшего звена. Таким образом, на мнение простого народа всем этим назначенцам попросту плевать, ведь их теплые кресла зависят не от благосклонности избирателей на местах, а от воли нескольких вполне конкретных человек. Точно так же оккупантам абсолютно наплевать на экологию захваченных территорий Донбасса. Эта Украина из года в год поднимает вопрос. Из-за вооруженного конфликта и окружающая среда региона в большой опасности. Существует риск экологической катастрофы. Об этом говорят исследования ОБСЕ при поддержке правительств Австрии и Канады. Эта Украина поднимает вопрос экологической ситуации на неподконтрольных территориях в ООН. В 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды из шахты Юнком, где советское правительство произвело ядерный взрыв. В результате радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды. Поэтому мы призываем ООН к активному участию в проведении оценки экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Наконец, именно украинская сторона в ТКГ договаривается с комиссией МАГАТЭ. Вопрос о шахте Юнком поднимался во время онлайн-встречи вице-премьера Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Грасси. Мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, имеющие существенный контроль на оккупированных территориях, пока препятствуют этому. Даже ТКГ отказываются обсуждать это. Напомним, в ПГТ Южнокоммунаровск находится печально известная шахта Юнком, которой еще в советские годы проводили ядерные испытания. В 1979 году был произведен экспериментальный ядерный взрыв под кодовым названием «Клеваж». В результате взрыва под землей образовалась полость, в которой до сих пор сохраняется до 95% продуктов радиоактивного распада. Но дело в том, что никто не знает, какое количество загрязнения там было. Поэтому, может быть, там 10 Чернобылей, может 20, может пол Чернобыля, неизвестно, что за. Понимаете? Все это скрыто в архивах. Именно поэтому жизненно необходимо постоянно наблюдать за уровнем радиации в шахтах и близлежащих водоемах. Но власти так называемых республик последний раз публично говорили о Юнкоме аж три года назад, когда и объявили о ее затоплении. У нас основной вопрос – это ликвидация и закрытие шахты Юнкомонар. Тогда местные пропагандисты выдали на гора несколько сюжетов с вот такими заголовками. Последствия ядерного взрыва на шахте Юнком не угрожают экологии Донбасса. Особенного внимания заслуживает комментарий якобы специалиста от ДНР, который должен убедить зрителей в том, что все в порядке. Мы находимся в районе прудово-отстойников, в шахте Юнком, где находится вода, которая выдается из шахты. Здесь, как видите, расположены какие-то зоны отдыха, люди купаются, загорают. Видно, что, в принципе, вода не заражена и соответствует санитарным нормам. Донецкие эксперты настолько суровы, что могут оценивать радиоактивную заражение вот так просто на глазок. Видно, что, в принципе, вода не заражена. Если такой псевдоконтроль проводится в самой опасной шахте Донбасса, что уж говорить об остальных. Сейчас в зоне риска около четырех десятков угледобывающих предприятий. Последствия от проседания поверхности и разрушения зданий до радиоактивного загрязнения подземных вод. Сегодня на Донбассе шахты закрываются буквально пачками. Вы имеете право на представительство работы сейчас. Вы все существование. Вы все имеете. А я не находлюсь. А что, я не ушла, я не ушла. Боевики оправдываются нерентабельностью. И тут печальный вывод. Если они не готовы поддерживать горнодобывающие предприятия хотя бы ради сохранения рабочих мест, они точно не будут заботиться о том, насколько надежно законсервирована закрытая шахта, не приносящая прибыли. Власти группировки ЛДНР живут по принципу «после нас хоть потом». Давно не секрет, что распилены и вывезены в Россию десятки предприятий. И вряд ли кто-то по ту сторону поребрика хоть раз задавался вопросом, что именно они пилят. Вот комментарий под одним из видео о радиоактивной шахте «Юнком». В 16-17-м из шахты металл КАМАЗами вывозили. Сам лично видел. Не вовремя подъехал. Ко мне гаишники с защитниками, с калашами подбежали. Хотели регистратор забрать, когда полный металлокамаз выезжал от шахты вверх. Но не радиоактивным металлом единым. При разграблении старых шахт на металлолом уходят даже водооткачивающие системы. А в некоторых шахтах, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, насосы должны работать непрерывно. Когда они останавливаются, грязная шахтная вода может попасть в подземные резервуары воды и наземные воды, отравляя их. Если воды выйдут на поверхность, уровень радиации будет превышать допустимый предел в тысячу раз. И мы можем получить второй Чернобыль. Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины. О халатности во время консервации говорит только один факт засухи, о которой прошлым летом активно говорили жители оккупации. Бороться людям приходится теперь из-за сохранения огородов. Раньше для этого использовали воду из лозовой. А еще для домашнего скота и просто в быту. Мы поили животных. Нет воды, все. Нет жизни. Водоемы пересыхают то тут, то там. Водохранилище мельчает, что называется, с каждым днем. На таких участках это особо отчетливо видно. Еще совсем недавно здесь была вода, об этом говорит о большом количестве водорослей. Вот такие ракушки, которые встречаются на каждом шагу. В Перевальском районе буквально за считанные дни пропала река Лозовая. О полноводном потоке напоминают лишь небольшие лужи и остатки ила. Вода уходит в шахты. Там она напитывается всей таблицей Менделеева. А что будет дальше, рассказывают опытные горняки. Душа сильно за это болит, очень сильно. Потому что я 12 лет механиком отработал. Я понимаю, что это будет катастрофа. Вода начнет подниматься. Это же подземные воды. И когда вся чудовищная химическая дрянь попадает в подземную воду, огромные площади будут непригодны для земледелия и для жизни людей. Это вопрос безопасности не только оккупированных территорий, даже ни одной лишь Украины. Загрязненная вода может попасть в Черное море, а это уже риски для России и для Европы. Но вместо того, чтобы допустить на оккупированные территории Международной экологической комиссии, как того добивается Украина, и решать проблемы еще до их появления, террористы посредством своей пропаганды рассказывают байки об ужасах украинской экологии. Экологи всерьез обеспокоены временно, а не подконтрольными территориями Донбасса. Такие проблемы, как загрязнение отходами, потопление шахт, вырубка лесов и многие другие, украинские власти пускают на самотек. Увы, пока лидеры террористов переводят стрелки, а их пособники треплют языками, Донбасс медленно и бесповоротно умирает, угрожая потянуть за собой половину континента.